привет шален влог ответы на комменты видео наверное будет 18 плюс немножко бомбящие прям как все вы любите последнее время накопилось какое-то количество комментариев на которые мне честно говоря лень вам писать отвечать напечатывать поэтому я отвечу в этом видео поехали а нет не поехали может быть это даже будет такая знаете чистка рядов иногда это полезно прорывать сорнячки можно сказать что даже пример для всех остальных вот теперь точно поехали евгений маглыш пишет насчет связали цены дичь а вы не думали из снг просить кого-нибудь отправить мне кажется что даже с отправкой по почте выйдет два раза дешевле нет не выйдет потому что связали очень тяжелый сам по себе и большой объем людмила романова у вас договоре не прописана уборка после себя либо компенсация в шекелях чтобы нанять клининговую компанию это известная практика во всем мире ну давайте скажем так не во всем мире а это известная практика в киеве в частности это я знаю точно во всем мире по-разному почему когда съезжаются с херут они убирают после себя так делают европе опять же не всегда и не везде но нужно делать скидку реально на менталитет и видимо пока здесь не поживешь это не прочувствуешь неважно что у вас написано в договоре иногда это важно иногда это неважно вот в этом случае это неважно конечно за собой типа убирают типа должны сделать ремонт но в основном это просто делают вот таких вот пару взмахов валиком по стене и очень приблизительная уборка клининговые компании в понимании киевском здесь могут себе позволить только олигархи вам скажу ни разу нигде не было такого чтоб я увидел что целая компания приходит несколько человек за пару часов делают вам идеальную уборку с отдиранием плиты и так далее даже у олигархов которых мы и знавали кстати в герцли и петух у них убирала просто женщина уборщица правда от посредника но все равно одна женщина без специальной аппаратуры приезжала на развозочке и выгружали она там убирала правда целый день клининговую компанию никакую нанять здесь за вменяемые деньги невозможно это только нанять какую-то уборщицу и об обычную уборку обычной уборщицы не входят никакие специфические вещи типа там отзирание кранов от десятилетнего налета и извести так что все это приходится делать самому хозяевам на это пофиг в основном и тем кто съезжает с квартиры тем более есть еще такая знаете стереотипная израильская чистота вот она это совсем другое чем европейская елена поташова сразу видно алена рулит в семье у нас семья я бы сказал два руля и каждый рулит поочередно или я слуцкий шалин ты чего как я теперь буду покупать марокканские апельсины ты покупай израильские зачем те марокканские инна мироненко не устает нам писать из видео видео может имеет смысл обзавестись своим жильем но его всем отмывать и жить на чемоданах этот вопрос я уже обсуждал мне кажется в половине своих видео если вы не видели может быть и стоит обзавестись своим жильем может быть стоит обзавестись своим самолетом может быть стоит обзавестись своей машиной когда мы решим это сделать вы узнаете альберт с пишет обобщать людей другой национальности таким методом тире занятия пассивов но вы видимо альберт с еще и гомофоб плюс ко всему хотя видите писать умеете но вот таких людей я сразу блокирую потому что если вы не в состоянии понять три моих объяснения в этом видео что я именно имею ввиду называя марокканцев марокканцами то значит вам на этом канале не место миша ясилевич ты чё людям мозги пудришь люди он вам больше половины не договаривает у нас это просто если ты левый то в стране все плохо 20 лет но если правый то уже 20 лет все хорошо и с каждым дням все лучше до русский язык у чувачка конечно по отстал видимо он 20 лет и у него все лучше я больше половины не договариваю это несомненно потому что то что я говорю это чисто моя правда субъективное мнение и т.п. если вам с этим проблемы то заблокировать пользователя отправляется в бан человек прекрасный так видите я хорошие комментарии не читаю я читаю всякое непотребство ну нет потребство но мне просто такие люди на канале не нужны вот и все александр любарский где дети ваши наши дети наши котики как вы уже поняли давным-давно по нашим видео андрей смирнов сколько смотрю дэнчика всегда в любом видео есть маленькое недовольство когда меня спрашивают показать что-то в израиле как например родильные дома в израиле я стиснул видео дэнчика и закинул на другой youtube канал я скачиваю видео дэнчика вырезая моменты где дэнчик чем-то недоволен чувак ты гонишь собираю видео по новому закидываю на свой другой youtube аккаунт чтобы не прилетели страйки на этом аккаунте уже прилетела два страйка димона и блогеры саши блогер и саши из хайф и так написано так как кидал их видосы и отправляю ссылку людям андрей ты наш постоянный пользователь можно сказать банить я конечно тебя не хочу пока что и не буду но то что ты делаешь это я не понимаю почему ты не понимаешь что это не годится никуда тебя понятие о интеллектуальной собственности есть такое то есть ты сейчас просто берешь и вырываешь из контекста то что я снял я сказал выкладываешь на своем аккаунте и посылаешь людям так как тебе это хочется конечно же не спрашивая ни у меня ни у кого-то другого и удивляешься почему люди этим недовольны да если вижу что ты это делаешь что я буду противодействовать тебе и страйки и так далее и конечно же мы с тобой тогда не подружимся так что я тебе еще раз говорю пожалуйста такого не делай тем более вообще не понимаю чем ты недоволен видео про роддома это одно из самых позитивных видео которое мне кажется у меня было у меня есть маленькое недовольство потому что такова жизнь андрей потому что жизнь не лубочная картинка и в том числе и в израиле и я показываю свою жизнь и свои ощущения и свое мировоззрение на эту тему если кому-то это не нравится тогда они идут с этого канала принудительно или в добровольном порядке я надеюсь мы с тобой договорились не делай так пожалуйста еще раз тебе призываю спасибо бедный белорус пишет а у нас нет карантина у нас все хорошо это напомнило песню гражданской обороны я у нас все как в северной корее у нас все тоже хорошо как-то так было полина пишет что люди с проблемами органов дыхания не могут ходить с маской они задыхаются ну значит у них должна быть какая-то опять же у человека который ходит без маски когда всем полагается ходить маски значит должна быть какая-то очень веская причина детям маленьким разрешено ходить без маски я думаю что и людям с особенностями своего здоровья можно ходить тоже без маски если они могут там не знаю предоставить этому доказательства конечно же мало кто вообще кого проверял мне кажется с маской или без маски почему ты так ходишь по улице по крайней мере у нас в округе ничего такого не было и народ без масок через один так насчет переписки светланы андрея смирнова и юрий маш если вы будете собачиться в комментариях на друг друга обзываться и так далее то я кого-то из вас мне придется отправить бан так что не обессудьте ник рэндалл самое лучшее разговорное видео за все время но вот видишь это будет второе лучшее разговорное видео за все последнее время я думаю галина веселова солнце воздуха вода наши лучшие друзья приобрета прибавляют здоровье и жизнь а запереть людей четырех стенок без движения свежего воздуха солнце тире преступление перед человечеством дышать тряпочку очень вредно как я уже говорил у нас нет объективных никаких параметров для того чтобы судить насколько это вредно насколько это полезно сидеть дома в тряпочку и так далее я всегда пытаюсь исходить из того принципа что если есть умные люди которые говорят о том что это реально опасно у меня нет никаких противоречий им не верить и если допустить что это реально опасно что вся эта пандемия опасно то лучше перебздеть знаете чем половина ваших друзей сляжет и потом не встанет рита кросс пишет моим детям надоело это царство меда они уехали в канаду ванкупер ванкувер простите и так далее юрий маш пишет что же они тебя не захватили с собой мне так попахивает что юрий маш ходит и пытается развести людей на какие-то эмоции я еще раз говорю всем любителям посылать кого-нибудь за границу из израиля уезжать куда-нибудь взять чемодан и ехать если такое вижу на своем канале я баню просто уже без предупреждения предупреждения мы закончились давным-давно так что имейте ввиду ркдк дэн надеюсь ты не причинил аленки неприятных ощущений когда тыкал ее пальчиком чувачок у меня только кажется или ты как бы попытался как-то пошловато пошутить на эту тему давно нас смотришь я не понимаю зачем так что я надеюсь что мне просто показалось если нет то тебе одному только это смешно судя по количеством лайков под твоим комментам клон тв привет ну среди русскоязычных израильтян тоже есть засранцы в том числе среди моих знакомых и это подтверждаю поэтому я и говорил что марокканцы не равно засранцы а про две семьи про которые рассказывал они по чистой случайности были марокканцем и я это сказал три раза не знаю сколько раз вообще об этом нужно говорить видео потому что люди то что хотят то и слышат русские есть такие же засранцы это абсолютно верно у меня есть тоже много таких примеров просто в этом видео это был другой пример и номероненко отвечает ну и фиг с ним с этими деньгами зато душу отвели видео именно так именно для этого у меня и существует этот канал инна именно для этого буден михаил семёныч менять город не собираетесь это очень частый для нас вопрос андрей смирнов пишет а может лучше сменить на днепр знаю что дэнчик может забанить за такое но у него одни расстройства в стране за 20 лет дорогой мы у меня с 20 лет были как расстройства так и чудесное время как можно жить 20 лет и иметь одни расстройства объясни мне но быть постоянно довольным это конечно же тоже ты не оловянный долбодятел какой-то правильно вот и все менять город не собираетесь в последнее время мы задумались но по сути везде в общем-то одно и то же петаха по своему составу населению ничем не лучше не хуже чем тот же решен за исключением что в решении например меньше религиозных инесса демин демина или демина пишет холон неплохой город но не для репатриантов ну как бы я уже давным-давно и не репатриант вернее давайте так скажем уже не новый и андрюша чё-то мне все время с тем днепром тыкаешь ё-моё я тебе чё много о днепре что ли рассказываю говорю днепр это мое прошлое скажем так но возвращаться туда я совсем не собираюсь вирджиния каликаускайте интересная фамилия что вы говорите ужасно слушать отписываюсь очень разочарованно в вас и это прекрасно я только приветствую что люди которые хотят уйти уходят сами что я их нет не вынуждаю это делать это прекрасно очень разочарованно вот интересно вообще чтобы в чем-то разочароваться нужно сначала в чем-то убедиться то есть получается разочаровавшись во мне вы выстроили изначально какой-то себе фееричный фантастический образ шарина как бы наслаждались им а потом он у вас не сошелся с реальностью и вы значит разочаровались к сожалению или к счастью это чисто ваши проблемы так что до свидания константин бронштейн а вот хамить он пишет не надо живи как хочешь а другим навязывать свое мнение не нужно умник вообще осуждать других это грех ну вы знаете это интересно слышать от людей которые ходят по каналам и только что и делают это всех осуждают как бы ну вы все которые пишите комментарии половина из вас вы или даете советы или вы осуждаете или обсуждаете что в принципе где-то да где-то есть сродни этому дорогой константин я ни в коем случае не навязываю тебе свои видео не призываю их смотреть и тем более не подсовываю тебе их под дверь хозяин барин youtube большой настолько большой что даже теперь не представляешь можно выйти и не смотреть шалин влог при этом я в своих видео выражаю еще раз свою субъективное мнение всегда оценку свою личную и пока это на ютюбе не запрещено прекрасно я буду это делать погодите погодите мне вот еще я просто это тут каждое слово прекрасно навязывать свое мнение вы знаете люди в принципе и заводят себе youtube каналы чтобы в какой-то степени навязывать свое мнение то есть транслировать скажем не навязывать навязывать я не могу вам ничто ничего но транслировать я могу какая разница между трансляции и навязыванием пусть константин выберет себе что-то одно и с этим дальше и живет до банить константина не буду потому что объяснил как бы нормально без без наездов лариса болотин сейчас прошла и прочла историю об израильтянине которому директор израильской авиакомпании помог из грузии вывезли двух новорожденных хотелось бы жить в идеальной стране но если это невозможно я там немножко пропускаю да но если это невозможно пусть будет как можно больше пиара который поможет хоть кому-то и да и нет и да и нет потому что в реальности как я еще раз говорил в этом видео это видео про лучшее оружие израиля это пиар в реальности это не работает или же работает только иногда как ружье висящее на стене она выстрелит только если не знаю совсем уже ничего не ждешь от него это может сработать и может не сработать и даже не 50 на 50 а скорее 80 на 20 90 на 10 95 на 5 это очень маленький шанс поэтому когда это все пиарят это нужно отделять как бы дух от какашек все эти истории они просто ни о чем они идут в угоду какому-то одному двум чиновникам или министерству или еще кому-то но не для народа для народа это не дает ровным счетом ничего то что спасли одного двух трех десяти человек это ничего не значит потому что это не работает на постоянной основе это не выработанная схема работы это просто исключительные случаи которые теперь нам пиарит с таким же успехом в россии пиарят все великие деяния великого человека их президента ежегодно делаю какие-то трансляции он прямо в ручном режиме вот такой вот прямо рубильник да в ручном режиме решает эти проблемы и все понимают что все это до фенькиной пени потому что если ты напрямую не смог добиться и не обратиться к путину в прямом эфире тьфу на тебя в таком случае ты никто ты ничего не сделаешь дмитрий агеев не верит коронавирус и пишет не понимаем барановирус только в умах хомячков и в сми ну смотри мне кажется немножко стрёмно называть основную часть людей которые таки верят в существование этого вируса хомячками и плюс ко всему не вижу никакой причины до всем странам повсеместно останавливать свою экономику терять много денег убытки и только ради того чтобы сделать себе какой-то пиар и что это кому-то выгодно как мы видим на практике это выгодно практически никому даже медицинской сфере это вряд ли выгодно потому что лучше и зарабатывать на комплексе разных болезней и проблем чем как бы сосредотачиваться только на одной это мое личное мнение поэтому я не вижу в этом никакой причины никакого мирового заговора никакого ссоры со за этим я не вижу или там билла гейтса или еще кого-нибудь если ты хочешь в это не верить не верь но другие верят и есть определенная опасность как я уже сказал ранее у нас нет никаких нормальных доказательств того что этого нет вот скажем так то что это есть определенные доказательства есть тот что этого нет у нас доказательств нет поэтому я буду склоняться больше к тому чтобы перебздеть а если вдруг есть и ты не предпринял ничего чтобы уберечь своих родных или просто знакомых своих людей потом будем жалеть ну и плюс ко всему знаете о мы очень часто обсуждаем есть нету нужно соблюдать не нужно соблюдать я не вижу причины не соблюдать почему я почему сказал что развелось много умников потому что если есть определенные правила хорошие не плохие они у вас есть закон вы не всеми законами довольны сто процентов но вы должны его исполнять и только на этом будет базироваться правовое сообщество только таким образом мы все как бы можем существовать более или менее в паритете как только он будет сдвигаться в ту или другую сторону то есть ты будешь думать что ты не обязан исполнять конкретный закон и все пошло поехало все остальные тоже будут думать что они не обязаны если один человек не обязан ладно если 10 ладно если их миллионы то уже значит что-то пошло не так так же и в этом случае если есть правило там незакон дано постановление от правительства что ребята сейчас мы вам говорим так не делайте и все плюют на это и делают не все половина треть сколько угодно то есть почему вы не следуете правилам это все равно временно это не навсегда это очень временно вот значит карантин уже заканчивается так что всего это было месяц и чуть-чуть вы ситуацию эту не измените сделайте как просят вот и все вы делать очень много других вещей которые вас просят и вы даже об этом не задумываетесь но конкретно тут начинают артачиться а конкретно как раз тут это может касаться здоровья может быть вы в это не верите но вдруг это существует и тогда и тогда было хорошо что вы соблюдали правила и оберегли своих родных людей и друзей и так далее татьяна крепляк спрашивает а чего цветов букетах четное число по 10 штук или в израиле это не принципиально да я забыл сказать в этом видео что действительно в израиле абсолютно не принципиально и в основном нет такой никакой традиции четное нечетное и в основном даже делают букеты с четным количеством цветов поэтому на это никто уже абсолютно здесь не смотрит и насколько я знаю также и во многих других странах так что вот этот вот определенный забубон да там нечетное живым четное там уже мертвым в славянских странах в основном насколько я понимаю андрей рыжов любитель приглашать к себе на стройку в москву или где-то там сидишь дядька ты вечно расстроен чем-то прилетай ко мне в подмосковье устрою менеджером по логистике соседи не шумят боятся и не хотят словить свинец между глаз он пишет с доставкой продуктов нет проблем составишь список продуктов отправлю работягу сделаем покупку и так далее то предлагал быть по моему там охранником теперь уже логистом смотри растем в его глазах просто на ходу я тебя услышал как бы не нужно мне под каждым видео это предлагать я понял тебя я понял я вечно чем-то расстроен а объясни мне почему ты не пишешь под теми видео где ничем не расстроен почему ты не пишешь мне как мне хорошо живется в израиле почему все видят только точка когда я чем-то расстроен у меня влока моей жизни конечно же как я уже вам не раз говорил о хороших повседневных вещах я пытаюсь рассказывать но вы их почему-то не замечаете то есть мой прекрасный завтрак вам не нужен мои прекрасные деяния вам не нужны но вот как те . куда оценили хорошо молодцы вы же реагируете сами лучше всего на видео которые несут себе какую-то определенную дилемму это не негатив это дилемма тогда с квартирами дилеммы с возможными проблемами это дилемма это и есть определенный цимис можно сказать который рассматривается в каком-то данном видео когда вы смотрите фильмы ну кроме каких-то откровенно тупых комедий заметьте что у вас всегда есть какая-то определенная дилемма очень часто основанная на каком-то негативном опыте да вы возьмите любой фильм пусть то криминал пусть то драма пусть то боевики то есть основная часть фильмов она в принципе про какую-то историю из жизни которая в себе несет какое-то зерно которое нужно решить есть какая-то загадка какое-то решение определенной проблемы проблема ее решение это и есть человеческая как бы самый основной двигатель всего искусства по сути поэтому я честно не понимаю каким образом вы воспринимаете все искусство окружающие вас а мои ролики это безусловно кусок искусства любила романова спрашивают какой стране ты хотел бы жить нравится тебе жить в израиле у меня есть возможность переехать в израиль живу в киеве смотрю влоги боюсь поменять шило на мыло я ответил уже людмиле и предлагаю людмиле посмотреть наши видео ответы может быть на комментарии есть целый плейлист такими видео то вам этот вопрос не ответит никто те кто вас будут зазывать сюда неистово зазывать то конечно же им доверять абсолютно не стоит потому что у каждого приехавшего репатрианта своя сугубо своя и только своя история это все очень индивидуально какие у вас были исходные данные сколько вам лет какое у вас образование сможете ли вы здесь найти работу какие у вас преференции там не знаю какие у вас запасы в киеве да там наличие свои квартиры наличие дачи наличие там чего-то еще то есть что конкретно вас не устраивает это все очень влияет на конечную ваш ощущение от израиля израиль очень непростая специфическая и главное восточная страна абсолютно не европейского склада страна то что вы действительно слушаете или имейте определенный стереотип об израиле живя в киеве возможно он неверен именно поэтому снимая свои видео я надеюсь что кто-то из них увидит какую-то реальную бытовую жизнь в израиле про хорошие прекрасные вещи в израиле вам и так слубочным умножить на 100 позитивом расскажут на других каналах вот я вам рассказываю как бы то чем сталкиваюсь сам на протяжении долгих лет свой какой-то опыт и все так что до выбор ваш никто вам никогда этого не скажет я бы посоветовал возможно если вы здесь не были приехать просто посетить туристом вы не сможете понять как вам тут будет жить бывает люди приезжают просто туристом и уже понимают что это место не их место angel пишет что в израиле есть закон с 23 до 7 из 14 до 16 люди обязаны соблюдать тишину если вам мешают громким звуком вызывайте полицию не надо здесь просить здесь так не работает просто вызывайте полицию и вы не имеете право предъявлять претензии к соседям мы не имеем право предъявлять претензии к соседям мы имеем право идти с ними и договориться в принципе в любой даже статье по урегулированию конфликтов с соседями на иврите если вы читаете то вы можете просто даже открытие почитать как решаются проблемы в израиле с соседями то один из первых даже советов которые все всегда предлагают это идти и договориться почему потому что полиция не сможет вам помочь при постоянном каком-то определенном конфликте интересов вот и все конечно если есть какой-то определенный настойчивый шум во время которое вы написали то да можно вызвать полицию но должна быть объективная большая причина это какая-то тусовка это какой-нибудь ремонт неподобающее поведение это раш бильтисавир то что называется на иврите то что вы описываете это мало применимо к реальной жизни и конкретно к нашей ситуации вызывать ли полицию и так далее насколько полиция помогает то у меня с этим тоже нормальный есть опыт видимо я об этом не рассказывал и вы об этом не знаете так что спасибо с ведущим но другим людям я вам посоветую рассказывать вот такие вот конкретно правила поведения в израиле более с бытового плана потому что когда как будто новым репатриантам рассказывают вот именно так как нам написала angel то все конечно же думают о это реально так класс нифига себе в нашей стране исхода так никогда ничего не работало поверьте мне и здесь то тоже работает может быть лучше чем в вашей стране исхода но тоже далеко не идеально все эти прописанные правила можно толдычить самому себе вешать их там где-нибудь в рамочку но в реальности это работает абсолютно по-разному все ребята напоследок абсолютный позитив жене белов пишет крутые душевные влоги продолжай в том же духе я очень рад что Жене и остальным людям которые нас постоянно смотрят присоединяются новые я рад что вам просто нравится так что все обещаю сообщить о новом стриме который будет ближайшее время спасибо что смотрели пока пока